Сегодня в церковном календаре Евангелие от Иоанна, 54-е зачало, глава 16, стихи с 15-го по 23-й. Сказал Господь своим ученикам, «Все, что имеет Отец, есть Мое, потому Я сказал, что от Моего возьмет и возвестит вам. Вскоре вы не увидите Меня, и опять вскоре увидите Меня, ибо Я иду к Отцу». Тут некоторые из учеников Его сказали один другому, «Что это Он говорит нам, вскоре не увидите Меня, и опять вскоре увидите Меня, и Я иду к Отцу». Итак, они говорили, «Что это говорит Он вскоре? Не знаем, что говорит». Иисус, уразумев, что хотят спросить Его, сказал им, «О том ли спрашиваете вы один другого, что Я сказал, вскоре не увидите Меня, и опять вскоре увидите Меня? Истинно, истинно говорю вам, вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется. Вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет». Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее. «Но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир. Так и вы теперь имеете печаль. Но Я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас. И в тот день вы не спросите Меня ни о чем. «Истинно, истинно говорю вам, о чем не попросите Отца во имя Мое, даст вам». Христос говорит Своим ученикам, «Я оставляю вас, но Я снова приду к вам. Наступит день, когда начнется Мое торжество, и придет Мое Царство. Но прежде вы должны пройти через страшные испытания, через скорби, которые можно уподобить скорби, имеющие во чреве и рождающий. Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее. Но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир». Мы не можем не слышать в этих словах радости самого Господа о телесном и духовном рождении человека. «Слава Божия», — говорит святой Ириней Леонский, — «это человек живой». «Но если вы с верностью ко Господу перенесете все, то примите драгоценное воздаяние», — утешает нас Спаситель. И Он говорит, что вся жизнь христианина — это испытание. «Истинно истинно говорю вам. Вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется. Вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет». Верующие во Христа радуются или печалятся, в зависимости от того, видят они пред собою Господа или нет. Мир возрадуется, потому что печаль святых — радость грешников. Те, кто равнодушен ко Христу, будут продолжать искать плотские утехи даже в день Его распятия. Враги Христовы возрадуются, потому что будут думать, что победили Его. Не будем удивляться пиру мира среди приближающегося огненного потопа, когда мы с трепетом предстоим перед Спасительным Ковчегом. Но печаль ваша в радость будет. Печаль истинного христианина на краткое время. Воскресение Христово, возвращение к жизни от смерти для нас и печаль о страданиях христовых обращаются в радость. Нас огорчают, а мы всегда радуемся, свидетельствует апостол. Среди самой многоскорбной жизни христианин может иметь в своем сердце радость. Не просто за печалью последует радость, но сама печаль обратится в радость. Воля Божия в том, чтобы христиане были утешенным, утешителем народом. Так и вы, говорит Господь, теперь имеете печаль, но я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас. Христос, несомненно, придется своей благодатью к тем, кто чает прихода Его. Возвращение Христа, возвращение радости нам, той радости, которая сокровенно сладка и крепка, так что никто не отнимет ее. Они отняли бы, если бы могли, но Бог не даст им нас победить. Наши земные радости могут быть отняты у нас по тысяче случайных причин, но небесные радости вечны. Они не смогут отнять у нас радости, потому что не смогут отлучить от любви Христовой, от нашего Бога, от наших сокровищ на небесах. В тот день вы не спросите у меня ни о чем, говорит Христос, потому что не будет нужды в опрошаниях. Дух истины даст ученикам Христовым несравненно большее знание о вещах божественных и человеческих, чем они имели до сих пор. Но это обещание Христово исполняется в полноте только на небесах. Истинно, истинно говорю вам, о чем не попросите Отца во имя мое даст вам. Господи, Господь наш, что большего можем мы пожелать? Христос обещал своим ученикам дать им великое просвещение Духом Святым, но они должны молиться об этом даре. Полнота всех даров уготована для любящих Господа, в месте вечного их упокоения. Но пока мы в пути, не приложно утешение Господне, просите и дастся вам. Все, что мы имеем, пришло к нам через Иисуса Христа, и во имя Его мы просим и получаем эту неразрушимую ничем и совершенную радость среди многих наших скорбей. Цель молитвы веры — радость о Господе. И потому всегда радуйтесь, означает непрестанно молитесь. Господь напоминает нам о малости наших прошений и вечности Его даров. Надо, чтобы ладан молитв в Церкви, облагоухал все наши добрые дела. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!